Водовороты тайн и пучины неопределённости окружают историю Чёрного моря на протяжении столетий, с древнейших времён до наших дней. Но только сейчас в этом документальном фильме приоткроется завеса тайны происхождения Чёрного моря. Только сейчас будет пролить свет на новейшие факты и сведения о нём. Загадочным, непостижимым, постоянно меняющимся. На протяжении многих лет учёные пытаются разгадать тайну происхождения Чёрного моря. Было высказано предположение, что из-за талой воды в конце ледникового периода уровень океана поднялся на несколько сотен метров. Морская вода медленно поднималась, и её поток сначала образовал речную долину, а затем хлынул в пресноводное озеро. Неудивительно, что на побережье Древнего Чёрного моря, ныне погружённом под воду, сохранились следы былых цивилизаций. Некоторые из этих следов иногда становятся видны под водой возле волнорезов, когда море отступает. Вспомним также о необычных, а порой и опасных химических реакциях и странных, сверхъестественных физических свойствах Чёрного моря. Неужели они сохранились по сей день просто для того, чтобы дать нам представление о природе во времена ледникового периода? Возможно, окажется, что учёные, называющие Чёрное море северной колыбелью цивилизации, не так уж далеки от истины. Современные российские учёные называют древнюю береговую линию Чёрного моря, находящуюся на 100 метров глубже нынешней, Кемерийской береговой линии. Во время ледникового периода здесь располагался берег Большого озера, и есть многочисленные свидетельства того, что всё это побережье погрузилось под воду и оказалось полностью затопленным внезапно и очень быстро, всего лишь за 30 лет. Во время наших экспедиций в 1983 году нас и наших русских коллег очень удивило то, что контуры дюн на экранах наших приборов выглядели совершенно нетронутыми. На них не было никаких следов вмешательства, никакого воздействия воды или эрозии, признаков изменения угла наклона. То есть, если бы медленно поднимающееся море постепенно затопляло эти дюны, размывая их волнами и прибоем, то никаких дюн на этом месте уже бы не было. По крайней мере, на них были бы следы сильной эрозии. Совершенно поразительно, что черноморские дюны сохранили первозданный вид, как накануне затопления. Древняя береговая линия Черного моря, в среднем находящаяся на глубине около 100 метров, сохранилась в первозданном виде. Доказательство быстрого наполнения Черного моря — одновременное появление морских осадков поверх озерных донных осадков по всем границам моря. Мы датировали первые раковины первых морских моллюсков, колонизировавших этот новый подводный мир. И, к нашему удивлению, датировки по содержанию углерода-14 были одинаковыми по всему горизонту, во всех точках, где были взяты пробы. Несколько лет назад, при прокладке нефтепровода через Черное море в Турцию, российские ученые составили подробную карту отложений. Оказалось, что там были найдены точно такие же моллюски, как и в районе Кавказа. Кроме того, они обнаружили в этом районе поля песчаных дюн. Французские ученые нанесли эти дюны на карту, и оказалось, что они тянутся через все Черное море, от Кавказа до Болгарии. После этого наводнения, после того, как мировой океан воссоединился со Средиземным морем, Черное море стало намного более соленым. И это было очень быстро, в течение 10, 20, может быть, 50 или 100 лет. Некоторые ученые, например, Уильям Райан, выдвигают гипотезу о том, что по окончанию ледникового периода там возник водопад в 20 раз мощнее Ниагарского. А примерно за 5000 лет до нашей эры произошел прорыв вод, и через порог на месте Босфора хлынул поток в 50 раз мощнее Ниагарского. Однако обломки пород, которые мы видим у северного края Босфора, на том месте, где Босфор переходит в Черное море в наши дни, это небольшие валуны и галька, покрытые илом. Это позволяет предположить, что проникновение вод было постепенным, по мере того, как постепенно поднимался уровень Мирового океана. То есть, речь идет о метре или двух метрах в год, а не о потоке, наподобие Ниагарского водопада. Океан постепенно поднимался, пока не соединился с Черным морем. А потом постепенно наполнялся, пока несколько столетий спустя Черное море не достигло своих нынешних границ. Огромная масса воды, хлынувшая в Черноморский бассейн, нарушила изостатическое равновесие земной коры. Это равновесие должно было восстановиться. Однако способ его восстановления в каждом конкретном районе зависел от физических свойств коры. Там, где кора была более пластичной, она деформировалась. Там же, где она была составлена хрупкими монолитами, как, например, известняковые монолиты в районе нынешней Ялты, она не могла прогнуться и разломилась. Отсюда те разломы, которые мы наблюдаем. Так что в разных местах нынешнего Черноморского побережья эти процессы шли по-разному. После того, как в Черноморский бассейн хлынули из океана огромные массы воды, нарушившие своим весом изостатическое равновесие земной коры, дно моря деформировалось. В тех районах, где кора была гибкой, оно просто опустилось. Там же, где были монолитные блоки, например, известняковые монолиты нынешних крымских гор, произошел раскол. И образовались огромные сбросы, которые можно наблюдать на южном берегу Крыма, скажем, в районе Ялты. Когда воды Мирового океана пошли в Черное море через Босфорский пролив, вся эта масса воды надавила на Черноморское дно. Давление вызвало вертикальные разломы. Из-за огромного веса океанской воды, хлынувшей через Босфор, Черное море наполнилось, и дно его резко опустилось. Вся эта масса надавила на земную кору и расколола ее. Это происходило в большей степени в юго-восточной части моря и в меньшей, в северном и северно-западном регионе. Главным экологическим следствием заполнения Черноморского бассейна соленой водой стала гибель обильной растительности побережья Древнего озера. Образовалось большое количество сероводорода. Вода Черноморского бассейна насыщена сероводородом и оставляет на металле черный налет, из-за чего море и называется черным. Время от времени, особенно при землетрясениях, сероводород поднимается на поверхность и воспламеняется. Иногда людям удается наблюдать это явление. Воспламенение моря. Мы обследовали один из разломов, сместивших морское дно и обнаружили, как из одного из них выходят небольшие пузырьки газа. Николей Пенин сообщил мне, что в 20-е годы в открытом море было землетрясение, и тогда ночью все небо над морем мерцало красноватым заревом. Рыбацкие флотилии, ушедшие на промысел, так и не вернулись домой. Из-за подземных толчков на поверхность вышло много метана, который, возможно, загорелся от трубы какого-то парохода. Поверхность моря воспламенилась, и рыбаки погибли. Многие ученые утверждают, что огромное внутреннее озеро, существовавшее на месте Черного моря, соединилось с поднимающимся мировым океаном примерно за 6 тысяч лет до нашей эры, исходя из радиоуглеродного датирования органического вещества на морском дне. На западном побережье Черного моря, на территории современной Болгарии, в древности жили фракийцы. Ныне под водой находятся руины и предметы эпохи бронзы, и некоторые находки указывают, что люди в тех местах жили еще раньше, в ледниковый период. Это еще одно доказательство существования большого внутреннего озера, береговая линия которого находится ныне на глубине 100 метров. Что касается реки под названием Проводийска, то эта река впадает в Черное море примерно в 60 километрах от древней береговой линии, а старая береговая линия находится на глубине 90-120 метров по сравнению с нынешней, образовавшейся в результате постледникового подъема воды. Некогда это была прекрасная речная система, и по берегам этой древней реки жили люди. Мы нашли фрагменты древней деревни, ныне затопленной, и Ноева скрижан, которую мы сейчас покажем, была найдена там, на глубине около 100 метров. Красота природы вдоль берегов этой реки очень много значила для людей, когда-то живших в этих местах. Древняя речная дельта в устье реки Проводийска в Болгарии находится под водой на глубине 90 метров, в 40 километрах от берега, на уровне древней береговой линии Древнего Черного моря, которое было еще пресноводным озером и имело сток на месте Босфора. Этот сток шел в Эгейское море, уровень которого во времена ледникового периода был ниже. Затем уровень моря поднялся, вода пошла в Черное море и затопила эти речные дельты, которые теперь находятся на глубине в среднем 100 метров. Так вот, длина реки Проводийска, где были обнаружены остатки фракийской культуры, находится в первозданном виде, еще раз показывая, что заполнение Черного моря произошло сравнительно быстро. Ноево-Скрижаль была обнаружена в ходе одной из экспедиций 16 июля 1985 года. Мы искали древние поселения возле старых, допотопных берегов Старого Черного моря. Одно такое поселение, названное Некрополь, мы открыли на том месте, где была найдена Ноево-Скрижаль. Она была извлечена с помощью специального механического инструмента, установленного на подводном аппарате Аргус и получила название Ноево-Скрижаль, поскольку была найдена на Черном море, где произошел потоп, описанный, по нашему предположению, в Библии, в книге Бытия. Эта скрижаль искусственно изготовлена из песчаника и имеет симметричную форму. Мы полагаем, что ее создали древние жители этих мест. Захватывающая синопска экспедиция Боба Балларда. Сенсационное открытие следов человеческой деятельности на глубине 90 и более метров ниже современного уровня моря. Все это вызвало множество интереснейших вопросов. Услышав об этом открытии, мы сразу сказали, вот оно. Было ясно, что эти поселения были затоплены поднявшимся Черным морем. Как сообщил мне сам Фред Хебберт, археолог, бравший пробы донных осадков, высокая концентрация кислот в них свидетельствует, что на этом месте были загоны для скота. Об этом говорит высокое содержание мочевины. Геродот писал, что вдоль всего северного берега Черного моря жили кемерийцы. И вспомним, что российские геологи называют древнюю береговую линию Черного моря кемерийской. То есть они как минимум косвенно или подсознательно полагают, что древнее пресноводное озеро на месте Черного моря существовало во времена, когда на его берегах жили кемерийцы, описанные Геродотом. В итоге получается любопытное расхождение с идеями официальной науки о том, что ледниковый период закончился за тысячи лет до того, как в этих местах стали жить кемерийцы. При этом оказывается, что Черное море заполнилось намного позже, чем считается, что и подтверждает поселение Бронзового века на Древнем побережье. Одна из самых поразительных находок Черного моря. Древние гавани эпохи Бронзового века. Сооружения расположены гораздо глубже нынешнего уровня моря. Намного глубже, чем гавани того же времени в Эгейском или Средиземном море. Настоящая загадка. Очень трудно говорить о подводных развалинах у Крымского побережья. Прежде всего, из-за образования гигантских разломов, разрушивших большую часть древней береговой линии. Большинство ныне известных нам поселений на Древнем побережье относятся всего лишь к IV веку до н.э. Это значит, что древние кемерийские поселения должны быть намного глубже. И я бы на месте археологов изучил Геродотово описание местности тех времен и шел бы по направлению древних речных русел и речных дельт, потому что во время наводнений при подъеме уровня моря люди отступали, поднимались из дельт вверх по течению. Большинство современных и древних городов находятся в устьях рек, так что большинство древних городов, ныне затопленных, тоже должны были располагаться в древних устьях рек. Разумеется, в ледниковый период люди пользовались костью, слоновой костью, делали из этих материалов копья, использовали их как застежки для одежды, применяли в отделке, украшениях, в ювелирных изделиях, и они изготавливали очень сложные вещи. Находило применение и мамонтовая кость, например, для скрепления шкур, служивших пологами для жилища. В ледниковый период кости животных, их рога и бивни, находили широкое применение. В Крыму была очень разнообразная фауна. В основном лесостепная. Встречались мелкие лошади, мелкие антилопы, были и мамонты. А иногда попадались животные, проникавшие с севера. Было много лошадей другого вида, Экуус латипес. Эти лошади были приспособлены к влажной местности и мягкой поверхности почвы. Одним из важнейших охотничьих видов северной части Восточной Европы были мамонты. Из костей мамонта люди сооружали очаги. Принято считать, что мастодонты и еще одна животная эпохи ледникового периода вымерли к окончанию ледникового периода около 10 тысяч лет назад. Однако известно, что они встречались и за 2000 лет до нашей эры. Это заставляет предположить, что ледниковый период и свойственные ему природно-климатические условия приходились в эпоху бронзы. От этого никуда не деться. Ученые должны смириться с этим фактом. Мы располагаем находками орудий и костей бронзового века, из которых видно, что люди использовали кости мамонта. Из них строили очаги, изготавливали орудия труда. И это было в бронзовом веке. Получается, что на самом деле ледниковый период закончился гораздо позже, чем принято считать. В наши дни на Земле обитают два вида слонов — индийский и африканский. Однако это лишь завершение длинной родословной из более чем 30 разных видов, среди которых лучше всего известны, пожалуй, мамонты и мастодонты. Это были огромные звери, высотой в холке примерно 3, а может и 4, 5 метров, пусто покрытые шерстью. Намного известно об этих животных потому, что их кости, кожа, шерсть в целости сохранились в вечной мерзлоте. Так что в действительности мамонты, скорее всего, дожили до исторического времени. Последние их популяции вымерли на участках Сибири в России около 4 тысяч лет назад. В Причерноморье в ледниковый период выпадало в 3-4 раза осадка больше, чем в наши дни. На месте нынешних сухих степей со скудной растительностью были луга. Росли густые леса. Годовая сумма осадков была в 5 раз больше. Это был совсем другой мир. Реки были вдвое шире современных. В те времена это был поистине другой мир с другой флорой и с другой фауной. Разумеется, было множество хищников. И современные виды, вроде песцов и волков, и животные родственные современным, но более крупные. Пещерный медведь или, например, пещерный лев, который был в холке высотой современной лошади. Это был очень, очень сильный зверь, который мог свалить с ног гигантского оленя, лося или дикого быка. Еще была пещерная гиена. На многих из этих хищников охотились люди. Но, скорее всего, их численность сократилась в первую очередь из-за изменений климата. Пещерные львы вымерли примерно за 2000 лет до нашей эры. Последним их прибежищем были, например, такие места, как Казахстан. Когда в Северной Европе был ледниковый период, здесь климат был намного мягче. Было прохладным. Осадков выпадало вдвое больше, чем сейчас. Зимой выпадало много снега, а летом дождей. И, конечно же, флора и фауна этих мест была совсем иной. Это мы знаем по археологическим находкам. Они были лесными охотниками. Поэтому жилища они обычно устраивали так. Рыли яму, а сверху сооружали какую-то постройку. Насколько были велики эти жилища, неизвестно. Однако мы нашли следы кольев вокруг центра. А значит, это была конструкция вроде современных жилищ эскимосов или вигвамов североамериканских индейцев. С очагом в центре и как минимум в одном случае мы обнаружили там и погребения. Древние фракийцы, скифы, кимерийцы были искусными мастерами. Их орнаменты и ювелирные изделия, обнаруженные археологами, выполнены с фантастической точностью. Широко известен, к примеру, прибор из антикитеры, сделанный из латуни, в который входит 50-70 согласованно работающих шестерней с тонкими зубцами. О высочайшем мастерстве древних свидетельствуют и открыты археологами украшения древних фракийцев. Это мастерство было для них источником большого богатства. Обычно геометрические узоры на орудиях из трубчатых костей связывают с гуроцкой культурой среднего периода. Представители этой культуры никогда не жили в Крыму, но у них были очень впечатляющие технологии работы с костью. Некоторые их орудия были изготовлены из мамонтовой кости, трубчатых костей или лопатки. Другой тип изделия — подвески, сделанные из разных птичьих костей и подвески из слоновой, точнее, мамонтовой кости. Подвески геометрической формы обычно для того времени. Они круглые и в них есть отверстия. Вероятно, они служили элементами ожерелья или чего-то в таком роде. В курганных погребениях очень редко находят ювелирные изделия. Иногда это серебро, серебряные блюда из истежки, металлические пряжки, амулеты и другие изделия, на которых есть кольца и кресты. Единственный достоверный способ датировки это керамика. Все остальное, орудия труда, использование металлов и кремня, это вопрос культуры. На одной и той же территории могут одновременно уживаться разные культуры. Например, в современной Австралии имеются ядерные ракеты и в то же время аборигены пользуются орудиями труда из кремня. И, разумеется, в регионах, где нет медных руд, медные орудия очень дороги, поэтому люди гораздо бережнее относятся к ним. И на месте большинства поселений археологи вообще не находят металлических изделий. У нас в сотнях поселений найдены только изделия из кремня и лишь десятки из меди. Это огромная проблема для археологов, исповедующих традиционную идею прогресса, которая состоит в том, что в более древних культурах использовались только орудия из кремня, а в более поздних только медные. Однако все эти поселения вполне могли относиться к одному и тому же времени. Просто в одних поселениях жили более богатые, а в других менее, и поэтому орудия у них были разные. «Самая удивительная находка, сделанная в ходе наших раскопок, это бронзовый топор. Для круга на катакомбной культуре это погребение было буквально битком набито бронзовыми топорами, и один из них хранится в музее нашего университета. Мы обнаружили древние медные копии возле Танопасы в 30 километрах от нынешней реки Курганной, и там были шахты нескольких видов. В них добывалась медная руда, обрабатывалась, и из нее производились медные и бронзовые орудия. Этот царский Курган был построен по принципу лестницы. Один кирпич выступает над другим, и получается ступенчатая конструкция. В 19 веке эти ступеньки называли египетским сводом. Мы не знаем, кто был похоронен в этом Кургане, но полагаем, что это была гробница боспорского царя Левкона I, умершего в середине IV века до н.э. Многие полагают, что подобные курганы возводились и в эпоху бронзы. В это же время кемерийцы строили укрепления из мегалитов. Цитатели из мегалитических блоков создавались и в Микенской Греции примерно за 2000 лет до н.э. Очевидно, что в те времена климат сильно отличался от нынешнего. В сказании о Ясоне и Аргонавтах есть любопытный момент. В описании плавания через Дарданелла и Восфор упоминаются битнийцы или люди Битнеи. А Битнея это было одно из 10 или 12 древних фракийских племен. Другое же имя фракийцев Тирос и они жили недалеко от Трои. Еще одно фракийское племя Дори. Все мы слышали о Дорийцах, греках Дорийцах, которые пришли с севера и захватили Пелопонез примерно за 2000 лет до нашей эры. На самом деле это были фракийцы из области Дории, южной части фракийского царства. Поэтому в действительности греки-дорийцы были фракийцами, потомками Фироса. А что говорите о тракийской культуре, как это вы наследили черноморскую культуру? Учитывая, что фракийская культура вероятно была наследницей черноморской культуры, мы можем предположить, что ее носители были мореплавателями. Об этом говорят прежде всего найденные нами непосредственные свидетельства. Например, лодки, выдолбленные из цельного куска дерева. Кроме того, есть наскальные изображения кораблей, в том числе с мачтами и парусами. Считается, что фракийцы стояли у истоков многих культур. Прежде чем говорить о связях древних фракийцев с древними египтянами, следует отметить, что они были связаны и с финикийцами. Связи с Фракией имел и хорошо известный район Трои. Они не могли не быть связаны с древним Египтом, будучи океанскими мореплавателями. Фракийцы, например, были главными поставщиками зерна в древнегреческие города. В самом деле, культурное наследие древних фракийцев очень интересно, поскольку они были торговцами и мореплавателями, встречавшимися с жителями разных частей света. Они торговали с поселениями на берегу Эгейского моря, например, Строй. На сегодняшний день мы обнаружили две деревянные лодки из цельного куска дерева, датируемые 15-16 веками до нашей эры. Это свидетельствует о том, что уже 3,5 тысячи лет назад там было развито мореплавание, а возникло оно задолго до этого. Древние фракийцы были еще и учеными и философами. При раскопках поселения в Дуран-Кулак мы обнаружили храм, посвященный культу Кибелы. Истоки этого культа ведут к Фригии, району на другом берегу Черного моря. Все эти факты дают нам косвенные свидетельства контактов между древними культурами, вероятно, по морю. Мы можем сказать, что в то время эти древние цивилизации владели искусством мореплавания, подобно древним грекам. Из-за сходства самых древних развалин Некрополя на территории Дуран-Кулака мы можем сделать следующий вывод. Эти дома строились на каменном фундаменте, а верхняя часть здания была деревянной. Реконструкцию быта поселения Добрич можно увидеть в экспозиции музея. Очевидно, что тогдашняя культура находилась на очень высоком уровне. Дома, возводившиеся древними, показывают, что в их жизни было время для досуга. Кроме того, они разводили растения и домашних животных. Лично мне не нравится слово руины. Это не развалины, а предметы, сокровища, следы и факты существования одной из древнейших культур Европы. Такие предметы были найдены и на большом острове озера Дуран-Кулак. На конечном участке острова обнаружены остатки шести деревень, одна над другой. Это место уникально и для Европы, и само по себе. Каждый дом занимал большой участок 170 квадратных метров. Фундамент строился из камня, а верхняя часть была глинобитной. Такой способ постройки полосами широко распространен в Индии и Китае. В высоту дома доходили до трех метров. Дом делился на две комнаты. двухслойные крыши мазанки были водонепроницаемыми и для их постройки использовались сложные материалы. Мы полагаем, что в украшениях, например, в ювелирных изделиях, применялось золото и древние намывали его и добывали в шахтах в местности, которые сейчас известны как горы Родопи. Существуют многочисленные свидетельства того, что в этом районе была хорошо развита металлургия. Орудия применялись в основном медные. Археологи говорят, что в этом районе имело место резкое уменьшение населения. известны сотни поселений эпохи Каменного века и всего лишь десяток эпохи Бронзового века. Они полагают, что в Каменном веке эта территория была густо заселена, а потом население куда-то исчезло. Я же полагаю, что произошло обратное. Все найденные поселения Каменного века были основаны людьми, которые спасались от потопа и жили в степях до тех пор, пока береговая линия не стабилизировалась. А потом они смогли вернуться и отстроить свои дома. Поскольку в этом районе не было залежей меди, они были вынуждены пользоваться каменными орудиями, кремнием. Но если мы датируем эти поселения по артефактам, то отнесем их к Каменному веку, хотя к реальной хронологии это не имеет никакого отношения. Считается, что фракийцы это потомки сыновей Сидона, тезки древнего города у берегов Ливана, ныне скрывшегося под водой. Кроме того, считается, что фракийцы это потомки Фироса, сына Иофета. Античные истоки связывали местность Аскания в современной Украине с именем Аскеназа, другого сына Иофета. Название кемерийцев напоминает Огамерия, еще одном сыне Иофета. Древним Персом он был известен как Гимера. Это еще одно свидетельство связи между истоками древних народов Причерноморья и летописью 10 главы Библейской книги Бытия. Эти древние причерноморские народы явно жили в тех местах в то время, когда Черное море затопили соленые воды поднимающегося океана. Подъем моря повернул вспять реки Дон, Днепр, Дунай, Нестер. Но затем эти реки вынесли массу тающей после ледникового периода воды обратно в море. Когда Волга текла в Каспийское море могучим потоком, многократно превышавшим ее нынешнее течение, то она переполняла Каспий и образовывался сток Каспийского моря через Монический пролив. Этот пролив ввел в Черное море, уровень которого должен был быть наравне с этим проливом. И как минимум столько же воды должно было поступать в Черное море из впадающих в него рек. Например, из Дуная, по которому стекали талые воды альпийских ледников. В самом деле мы видим дельтовые отложения этой реки к югу от Керченского пролива, а верхушку этой дельты на глубине 50 метров ниже уровня моря. А это значит, что потоп затопил озеро моря на месте Черноморского бассейна до уровня примерно 30 метров ниже современного. То есть в то время сток располагался на уровне минус 30 метров. Спустя десятилетия после этого наводнения установилась другая временная береговая линия на уровне минус 30 метров. И она всегда оставалась на этом уровне. Она не колебалась от минус 20 до минус 50 метров. А это явно означает, что все сдвиги плит, вызвавшие углубляющиеся разломы вдоль материкового шельфа, произошли в конце ледникового периода, до формирования этой вторичной береговой линии на уровне минус 30 метров. То есть все эти сдвиги, все эти изостатические процессы из-за изменения веса перемещаемой воды, вызвали всю эту катастрофическую тектоническую деятельность в самом конце ледникового периода. Этот ход рассуждения немного сложен. Однако, когда ледовые шапки стаяли в мировой океан и уменьшились, суша, освободившаяся от веса, покрывавшего ее льда, стала возвращаться в исходное положение. Мы видим эти процессы в Скандинавии. А когда вода стекает в океан, вес лишней воды вызывает прогиб океанского дна. И, конечно же, пластичная мантия глубоко подземной корой перемещается из районов, куда поступила вода, в районы, откуда ушел лед. Когда в Черном море произошел потоп, уровень воды вырос на 100 метров. Вес этой воды вызывает оседание участков по краям моря. Подумайте, с потеплением океана увеличивается скорость испарения. Облачный покров становится более плотным. В полярных широтах выпадает больше снега, а в умеренных дождя. В древнем царстве Египта и Шумерия был более влажный климат. В наши дни их обитатели не смогли бы выжить. Они бы не создали великих цивилизаций в пустынях, располагающихся там сегодня. Во время ледникового периода климат там был намного более влажным из-за плотного облачного покрова, из-за высокого испарения с поверхности океана, потому что океаны были теплее. Именно это вызвало ледниковый период. Вопрос о том, почему возникают и исчезают ледовые шапки полюсов, очень популярен и интенсивно разрабатывается в наши дни. Мы думаем, что это связано с количеством солнечного света, называемого излучением в полярных широтах северного полушария. Несколько лет назад наши молодые ученики выдвинули противоположную гипотезу. Они полагают, что это вызвано экваториальными течениями и связано с такими явлениями, как Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. И разумеется, речь идет о переносе тепла от экватора к северу. То есть механизм изменения климата и таяния ледников связан не с количеством солнечного света в полярных широтах, а с явлениями в экваториальной части океана. И это прекрасно, когда твои ученики доказывают, что твои идеи не верны. Итак, для окончания ледникового периода, как ни парадоксально это звучит, было необходимо, чтобы океан охладился до такой температуры, когда испарение с его поверхности уменьшится, облачный покров рассеется и станет выпадать меньше снега в полярных регионах и меньше дождя в умеренных широтах. Тогда из-за уменьшения облачности лето стало бы жарче, а зимой облака не ограждали бы землю от солнца. Во время жаркого лета снеговой покров быстро таял бы, а зимы стали бы намного холоднее из-за того, что облачный покров не действовал бы как изолирующий слой. Работа Райана и Питмана была опубликована в конце 90-х. Однако русские ученые выдвигали те же идеи об образовании Черного моря намного раньше, еще в 60-х годах и даже ранее. Они даже связывали эти события с Дардановым потопом греческой мифологии. Многие греческие легенды основаны на устной традиции, а та, в свою очередь, опирается на более ранние предания и отчасти письменные документы греческой мифологии. Это касается и имен, данных греками Черному морю. По моему мнению, мощное встречное течение из Древнего Черного моря в Эгейское было труднопреодолимо для мореплавателей, и Черное море называлось негостеприимное. Однако после Черноморской катастрофы, как указывают Райан и Питман, это сильное встречное течение сменилось легким попутным течением, позволившим грекам из Эгейского моря легко попасть в Черное, из-за чего название моря сменилось на противоположное. Море гостеприимное. Черное море аноксическое, бескислородное. Оно стало таким после потопа. Его придонные воды токсичны. Граница между слоем обогащенным кислородом и ядовитым слоем находится сегодня в центре Черного моря на глубине около 90 метров. Когда бескислородный слой подходит достаточно близко к поверхности, в него проникает солнечный свет и развиваются фотосинтезирующие бактерии, которые вырабатывают пурпурный пигмент. Когда в Черном море появляется такое пурпурное окрашивание, это означает, что безжизненные воды подошли слишком близко к поверхности и могут выйти на поверхность при сильном шторме. Этот яд подходил к берегу во времена шумеров в Месопотамии. Под действием дождей в Черном море начались токсичные химические реакции. Началось необычайно обильное размножение ярко окрашенных бактерий. Соленая вода, поднимающаяся мирового океана, слилась с водой древнего озера. Такие же ядовитые отложения были обнаружены на древних развалинах в Верхней Месопотамии. Это явно свидетельствует и о том, что заполнение Черного моря в конце ледникового периода шло одновременно с существованием древних цивилизаций Месопотамии, греков, фракийцев, скифов, кемерийцев. Джеймс Фрезер в начале 20 века путешествовал по всему миру. и собирал древние легенды. Одна из этих легенд бытовала на острове Самофракия, прямо к югу от Дарданелл, то есть к югу от Черного моря. Эта легенда гласила, что Самофракия была частью материковой Греции. Но когда уровень моря стал подниматься, люди испугались и стали подниматься выше в горы. Это было во времена Дардана, давшего имя проливу Дарданеллы, когда он со своим сыном Троем путешествовал по морю. Согласно легенде, в это время Эгейское море соединялось с Черным. Вспомним, согласно древнегреческим историкам, Дардан жил около 1500 года до нашей эры, а вовсе не за 8000 лет до нашей эры. Поэтому мы должны признать, что ледниковый период закончился намного позже. В историческое время, в конце Бронзового века, во времена сильных изменений климата во всем мире. Во времена Дардана в умеренных широтах наступила засуха, ледовые шапки растаяли, уровень моря поднялся. И эти времена, согласно греческим историкам, закончились около 1500 года до нашей эры. В наши дни идет спор о древней истории Черного моря и о том, был ли потоп на самом деле. Потоп это гипотеза. Это рабочая гипотеза. Мы предполагаем, что она наилучшим образом объясняет совокупность известных фактов. Но завтра эта гипотеза может быть опровергнута. Поэтому этот спор сослужил добрую службу науки и Черному морю. Мне нравится эта дискуссия, потому что она стимулирует новые соображения. Она способствует проявлению нестандартных идей, а наша идея явно выходит в другую плоскость. Если однажды обнаружатся новые факты, опровергающие нашу гипотезу, я скажу «Хорошо, теперь я смогу вздохнуть с облегчением». И прекрасно, что мы узнали что-то новое. Если же гипотеза о потопе подтвердится, мы получим новое представление о происхождении европейцев. Перед нами откроется совершенно новая картина происхождения земледелия в Европе, откуда оно пришло и почему распространилось в Европе так далеко. Получается, что Причерноморский регион был второй колыбелью цивилизации, прямо к северу от Древней Месопотамии. Древнечерноморская цивилизация зародилась сразу после Ледникового периода, когда выпадало гораздо больше дождей, когда люди могли возводить сооружения, обтесывая и подгоняя друг другу огромные каменные блоки с помощью бревен и густых лесов. Древние народы после Ледникового Причерноморья выплавляли медь, золото и серебро, создавали потрясающие произведения искусства благодаря своему высочайшему мастерству. Все это было до грандиозного подъема уровня моря, происшедшего после Ледникового периода. Это было, как писал Платон в Тимии и Критии во времена древних греческих царей, во времена, когда большая часть Греции, согласно Платону, погрузилась под воду. Это было, когда царь Дардан, в честь которого был назван пролив Дарданеллы, соединяющий Черное море с Мировым океаном, вывел свой народ на новое побережье, то самое, которое хранит теперь свои тайны глубоко под водой, на 100 метров ниже уровня моря. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...